Дмитрий Шостакович И, кажется, они сами рассказывают о личности композитора не хуже, чем официальные биографии. Журналист Валерий Панюшкин в одной из своих публикаций, посвященных композитору, писал так. Я полагаю, это потому так, что нам грустно изо дня в день говорить черти знает о чем и совсем не говорить про Шостаковича. Нам хочется говорить о великой отечественной культуре, человеческими словами хочется говорить, без закатывания глаз, без высокопарных эпитетов, но нет языка, при помощи которого люди без музыкального образования могли бы поговорить о творчестве Шостаковича. Культурная пропасть между образованными людьми и простыми, больше чем финансовая пропасть между миллиардером и бомжем. Вот и придумываем байки. Итак, самое главное. Однажды Шостакович решил купить новую дачу. И решился он покупать новую дачу не для того, чтобы быть поближе к своему приятелю Ростроповичу, но и потому еще, что на прежней даче были у Шостаковича постоянные перебои с водой. Так вот, рассказывается, в то время, как семья композитора развалилась по комнатам смотреть чего-то как, сам Дмитрий Дмитриевич направился прямиком в ванную, открыл первым делом кран, и когда из крана бурно полилась вода, решительно сказал, берем. И так даже не осмотрев ни спален, ни гостин, ни кабинета, купил эту дачу. Некий молодой человек написал фортепианный концерт и пришел к ним к Шостаковичу. Захотелось поделиться. Вежливый гений пригласил гостя к роялю, и молодой человек начал самовыражаться. Через полчаса гость нанес роялю последний аккорд, и весь в мыле повернулся от клавиатуры. Шостакович сидел на диване, обхватив себя руками, исполнителю удалось произвести на гений сильные впечатления. Ну как, спросил молодой человек. Очень хорошо, забармотал Шостакович. Очень хорошо. И неожиданно уточнил. Гораздо лучше, чем вот купить. Иногда в разговоре Шостакович мог воскликнуть «люблю музыку Ильича», вызывая полное недоумение, или чем в стране называли одного только человека, Владимира Ильича Ленина, а он, как известно, музыки не писал. Вот насладившийся изумлением собеседник Шостаковича с самым невинным видом пояснял. Я, разумеется, говорю о музыке Петра Ильича Чайковского. Видный музыковед, профессор консерватории Мазель, рассказывал, что Шостакович имел мгновение приезжать на вокзал сильно заранее, чтобы, как только подадут состав, войти в вагон, занять свое место, поселить постель, раздеться и лечь под одеяло. Затем, что если окажется, что на это место продали два билета и придет другой пассажир, то место останется за Шостаковичем, так как он уже лежачий. Ну вот на недоумении, типа, он же Шостакович, лауреат, депутат и так далее, так что место ему уж как-нибудь обеспечено, Мазель вспоминал другую историю про Шостакович и билеты. В 30-е годы его даме вдруг захотелось пойти в театр, мимо которого они проходили, в кассе билетов не оказалось. Шостакович готов был ориентироваться, но даму продолжал напирать. Он знаменитость, его все знают, стоит ему назвать себя, как билеты найдутся. Он долго отнекивался, но в конце концов сдался, обратился в окошечко администратора с сообщением, что он Шостакович. В ответ он услышал, «Ви себе, Шаштакович, я себе, Рабинович, вы меня не знаете и я вас не знаю». Ну и вот самая известная байка про Шостаковича в Жуковке повествует о том, как гений ходил на станцию в стеклянную стоящую пивную пить пиво с местными жуковскими мужиками. Рассказывают, что стоя за липкими столиками, хлебая пиво и разделывая в облу, мужики рассказывали, кто где работает. И один, оказывается, тракторист на местной машино-тракторной станции, другой водитель грузовика, третий грузчик. И вот в ответ на вопрос про свою работу Шостакович детский говорил честно, «Я композитор». Мужики переглядывались, молчали, пожимали поличами. Ну, не хочешь, не говори. Вот такое. Вот такие у нас байки. Про Шостакович. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.